Беременность уже перевалила за 40 недель, а малыш не торопится появляться на свет. Можно ли вызвать роды самостоятельно? По форумам и мамским сообществам гуляет много мифов и народных способов сделать это. Однако большинство из них не работает, а некоторые даже опасны. Не делайте этого, чтобы вызвать роды. Первое – ананас. Часто женщинам, которые хотят стимулировать роды естественным способом, рекомендуют закусывать бокал вина ананаса. Насчет этого плода есть интересная гипотеза. Якобы все дело в содержащемся в нем ферменте бромелоине. Этот фермент расщепляет белки, именно из-за него жжет во рту. Считается, что бромелоин каким-то образом попадает в матку, раздражает ее и заставляет сокращаться, тем самым вызывая схватки. Научных подтверждений этой гипотези нет. Единственное, на что способен ананас во время беременности – это усилить изжогу. Второе – ходьба и подъем по лестнице. Физическая активность полезна на любом сроке беременности. Она помогает поддерживать себя в форме, бороться с чрезмерной прибавкой веса, улучшает течение беременности и способствует более легким родам. Однако ходьба, равно как и преодоление лестничных проемов и езда на машине, не ускорит наступление родов. Не стоит надеяться, что это поможет растрясти матку и быстрее появиться ребенку на свет. Третье – мужа терапия. Многие женщины уверены, что секс помог им стимулировать роды. Есть даже некоторые гипотезы, почему так происходит. Считается, что во время полового акта пенис мужчины стимулирует шейку матки, а просто гландины, которая содержится в сперме, способствуют расслаблению тканей и раскрытию маточного зева. К тому же в организме женщины выделяется гормон окситоцин, который тоже стимулирует роды. На самом деле, нет никаких доказательств того, что секс может ускорить наступление родов. Половые контакты безопасны на любом сроке беременности. Они не могут привести к преждевременным родам или каким-либо осложнениям. Но не стоит заниматься сексом после того, как отошли воды, так как это повышает риск инфицирования. 4. Алкоголь. Возможно, вы слышали, что вызвать роды помогает бокал вина. Сейчас вы будете удивлены. Раньше алкоголь, напротив, поменяли для того, чтобы задержать преждевременные роды. Врачи долгое время считали, что алкогольные напитки помогают успокоить матку. В итоге родовая деятельность ослабляется или останавливается вообще. Но даже такая точка зрения – это уже прошлый век. В 1981 году ученые решили сравнить эффект алкоголя с постельным режимом, который играл роль плацебо. И оказалось, что обе процедуры влияют на срок родов примерно одинаково. Алкогольные напитки не помогают ни отсрочить, ни приблизить роды. Однако могут вызвать тошноту, рвоту, головные боли у будущей мамы, проблемы со здоровьем у ребенка. 5. Касторка. В силу касторкотерапии верят даже некоторые акушеры-гинекологи. Принято считать, что сокращения кишечника могут перекидываться на матку. Дополнительным стимулом для начала родовой деятельности становится обезвоживание. Ведь из-за диареи организм теряет приличное количество жидкости. Кроме того, касторовое масло усиливает действие простагландинов – физиологически активных веществ, которые вызывают роды. Данные научных исследований на этот счет неоднозначны. Исследование, проведенное в 2000 году с участием сотни женщин, показало, что у будущих мам, принимавших касторовое масло в ближайшие 24 часа, с большей вероятностью начинались роды. Другое исследование в 2009 году, в котором приняли участие уже 600 беременных, не выявило какого-либо эффекта. Одно известно точно – стимуляция родов касторка небезопасна. Сильная диарея и обезвоживание могут причинить вред как самой будущей маме, так и ребенку, не говоря о массе не самых приятных ощущений после приема слабительного. Шестое – акупунктура. Иглоукалывание относится к методам альтернативной медицины. Существование меридианов, акупунктурных точек и энергии ЦИ никак не доказано. Многие ученые считают, что дело в эффекте плацебо. Иглорефлексотерапию применяют в разных сферах медицины, в том числе для стимуляции родов. Но данные научных исследований не подтверждают этого эффекта. Седьмое – гомеопатия. Некоторые женщины прибегают к гомеопатическим препаратам как к естественному и безопасному способу стимуляции родов. Проблема в том, что гомеопатия не работает в принципе. Это доказано многими исследованиями. В развитых странах гомеопатические препараты вообще не считаются лекарственными средствами. Их не регистрируют контролирующие организации. Гомеопатия не стимулирует роды, не улучшает их течение, не помогает бороться с болью и другими симптомами. Единственный эффект, на который можно рассчитывать от этих препаратов – это эффект плацебо. Нет никаких научных доказательств того, что роды помогают вызвать какие-либо биологически активные добавки или травяные чаи. Кстати, некоторые из них небезопасны во время беременности. Ученые единодушны в том, что не существует безопасных и эффективных домашних методов стимуляции родов. Единственно верное решение при перенашивании беременности – это наблюдение у врача. Если доктор посчитает, что ваша беременность затянулась и пора бы индуцировать ее логическое завершение, он предложит по-настоящему эффективные методы.